Приветствую! Отказ от принятия повестки не является административным правонарушением. Такое решение принял административный суд, и сейчас мы с вами будем разбираться в этом решении, а там есть с чем разбираться. И очень важно это сделать. Почему? Потому что если этого не сделать, можно прийти к неправильным выводам, совершать неправильные действия и получать те последствия, которые вам не хотелось бы получить. А будьте уверены, в этом деле будет множество кривотолков и множество призывов к неправильным действиям. Вот от этого я вас хочу уберечь. Итак, смотрим это решение. Вот это решение 6 апелляционный административный суд город Киев 25 апреля 2024 года. Ссылочку на него я естественно оставлю в описании, чтобы вы могли с ним подробно ознакомиться. Ну а мы будем смотреть самое главное. Действительно, здесь написано, вот что сказал суд. Враховываючи выклады, коллегия суддей вошла висновку, что отмова позывача от отримания повестки не створюет складу административного правопорушения, предбаченного частью 2 статьи 201 Прим Купап, а тому притягнание позывача до административной відповідальности за вказанную нормою е неправомирным. И безусловно, те люди, которые прочитают только этот абзац, скажут, смотри, но даже суд говорит, что от повестки, которую вручает ТЦК, можно отказаться, и никакой административной ответственности за это не будет. И сделаю для себя вывод, что окей, от повестки представителей ТЦК ЕСП можно отказываться, и никаких последствий негативных не будет. И вроде бы это действительно так, что сам факт отказа от повестки еще не свидетельствует о том, что человека привлекут к административной ответственности. Но! Но не все так просто. Всегда, когда вы читаете любой юридический документ, его нужно читать не выборочно, а читать полностью и разбираться полностью, а что же там написано. И мы с вами сейчас именно это и сделаем. Мы возвращаемся к этому решению и поднимаемся на несколько абзацев выше. И читать будем мы уже вот этот абзац. Что здесь написано? Здесь написано, что коллегия суддев наголошуя, что факт відмовы особи від отримання повестки, а так само и обставины наявности, отсутности у нее бронювания на период мобилизации, не позбавляют такую особу від обов'язку прибути до ТЦК та ЕСП, установленной у повестки строк. Обращаю ваше внимание, что суд говорит. Что тот факт, что ты отказался от повестки, тот факт, что у тебя есть бронь, еще не освобождает человека от того, чтобы он прибыл в тот срок, который указан в повестке. При этом дальше суд здесь же пишет, что «Проте сам лише факт відмовы від отримання повестки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явка у вызначенный строк до ТЦК та ЕСП». То есть, еще раз суд говорит, что сам факт того, что человек отказался от повестки, не является основанием привлекать его к ответственности, не является это правонарушением. Но, смотрите, что дальше суд пишет же еще. Суд апеляційной инстанции наголошуя на том, что спирные правовидносины выникли у связи с отмогою позивача от отримания повестки, что, на думку відповідача, свідчить про вчинение позивачем адміністративных правопорушений, передбаченных ст. 210 Прим та частиною 1 ст. 210 КУПАП, згідно протоколу. Та частиною 2 ст. 210 КУПАП, згідно оскаржуваної постанови. А смотрите, что дальше написано. У межах справы про адміністративное правопорушение не встановлювался факт неявки позивача, установленный за викликом ТЦК и СП. Протокол про адміністративное правопорушение в связи с этим не складался, а постанова за таким протоколом не выносилась. Тому наведені обставины не подлагают оценке о межах данного спора. А теперь давайте переведем это с юридического на понятный язык. О чем говорит суд? Человеку давали повестку, и он отказался от ее принятия. Ну, как мы понимаем, раз речь идет о админответственности, значит, это была не повестка на отправку, да? Это была повестка там на обновление данных, да? Либо просто явиться для чего там, для прохождения медкомиссии. То есть это не повестка на отправку, и мы говорим не об ответственности по статье 336 за уклонение от мобилизации. И вот, человеку дают повестку, он от нее отказывается. ТЦК и СП составляют протокол, и в этом протоколе говорит, что этот человек тем, что отказался от повестки, совершил административное правонарушение, предусмотренное статьями 210 и 210 Прим. Кодекса Украины о административных правонарушениях. В постанове о привлечении к административной ответственности, там была уже указана одна из этих статей, а не две, как в протоколе. И дальше суд рассматривал именно в рамках вот этих документов, в рамках протокола и в рамках постановы. И там, и там, получается, было написано, что его привлекли к ответственности за отказ от принятия повестки. И, естественно, суд сделал вывод, что поскольку нигде нет обязанности у человека принимать повестку, то, соответственно, человек же ничего не нарушил, получается. То, соответственно, и привлекать его к административной ответственности за отказ от принятия повестки нельзя. Но обращаю ваше внимание на что указал суд, что суд говорит, что из вот того решения, из духа решения, что суд говорит, что не по тому правонарушению был составлен протокол и вынесена постанова. Что в этих ситуациях нужно было выносить и ставить вопрос, и изучать вопрос явки человека. Потому что в соответствии с законом он обязан явиться. Закон о мобилизационной подготовке и мобилизации, 22 статья, там все указано, что должен пребывать за выклыком. Ну и аналогичная обязанность есть в законе ОВО ИВС. Так вот, человек обязан явиться, а не принять повестку. И соответственно, ТЦК ИСП должен был составить протокол и вынести постанову за неявку в ТЦК ИСП. К чему я это все говорю? К тому, что данное решение не свидетельствует о том, что человек может отказываться от повестки. Ну, теоретически, да, можно сказать, что да, можно отказаться. Но вы должны понимать, что если вы отказываетесь от повестки, то за сам факт отказа вас не привлекут к административной ответственности. Но вот если вы не явитесь по этой повестке, от которой вы отказались, то вот тогда уже ТЦК ИСП может составить протокол за неявку, не за отказ от повестки, а именно за неявку, и привлечь вас к административной ответственности. И, собственно говоря, на этом акцентировал внимание суд. То есть, вот это все дело, оно построено на том, что юрист ТЦК ИСП ошибся в квалификации действий и не на том акцентировал внимание, не о том составил протокол и в итоге стало возможным это решение суда. Поэтому ни в коем случае не нужно делать из этого вывод, что все, можно от повесток отказываться и, мол, ничего за это не будет. Ну, мы же уже поняли, что да, за отказ, если вы попадете на ту же самую коллегию, ничего не будет. Но если ТЦК составит на вас протокол за неявку, то это уже будет действительно административная ответственность по тем статьям, ну, о которых мы все знаем, да, 210-е эти статьи. Надеюсь, я подобрал правильные слова и вы поняли вот такую юридическую, юридическую составляющую этого, да, немножечко так запутано здесь все получилось. Но я надеюсь, вы теперь понимаете, в чем есть разница отказ от принятия повестки и неявка по повестке. Первое, не влечет административной ответственности, исходя из позиции 6-го административного апелляционного суда. А вот сама неявка уже, ну, мы здесь и без суда с вами давным-давно знаем, что за неявку по повестке есть административная ответственность. Друзья, на этом у меня все. Если вы считаете видео полезным, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал и традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.